Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Натт, и это 18-я часть нашего с вами прохождения Dark Souls 2. И мы с вами находимся на локации Безлюдная Пристань. И продолжаем с вами обозревать данную локацию, чё-то у нас тут, и сражаться с местными монстрами. Вернее, пытаться от них защититься хоть как-то более-менее, и пройти дальше. Так, мы нашли один факел, отлично. Чё у нас здесь есть? Железная стрела, 10 штук. Ну, в принципе, нам может быть и понадобится. Раньше я когда проходил, мне нужен был, особенно нужен был арбалет. Но сейчас, видимо, отпала необходимость в арбалете у меня, так как можно уже сделать всё довольно просто, подойти, ударить копьём, и пойти дальше. За счёт того, что мы с вами более-менее прокачаны. Давайте зажгём несколько костров, которые здесь находятся. Я вообще, по сути, не в курсе дел, зачем здесь это всё поджигать, чтобы светлее было ходить, я не знаю. Может быть, это как-то связано по игре, когда мы должны всю цепочку вот этих всех факелов зажечь, и что-то будет, я не знаю, какой-то секретный уровень или какое-то задание, не знаю. Может, какой-то секретный персонаж появится. Поэтому я как бы поджигаю эти все факелы. Но никто не даёт гарантии, по сути, за то, что если мы это делать не будем, поджигать все эти факелы, что, в принципе, ничего не появится. Я где-то читал статью в иннете, что, по сути, поджигание вот этих факелов, оно не обязательно. То есть оно ни к чему не приводит. Но я думаю, что вряд ли каждый прям, я не знаю, что каждый игрок прямо поджигал все факелы, которые здесь есть. Даже никто не даёт гарантии, что мы с вами подожгём их прям все. Вот ещё один есть, я пропустил. Ну ладно. В принципе, нам будет с вами светлее идти. Здесь, кстати, есть секрет. Камень фароса. Если мы вставим камень фароса в специальный отсек, то здесь, по сути, все костры зажгутся. Не костры, а вот эти факелы. И локация будет более-менее освещена. Но это будет чуть позже. Когда мы, естественно, найдём ключ в камень фароса, которого у нас нет. Так, ну что, пойдёмте дальше. Здесь мы обследовали полностью первую, я бы так сказал, первый этаж этой локации. И, как вы видите, нас здесь уже встречает противник. И встречает довольно неудачно. Мы нашли шлем в ангарианце. Довольно, я бы сказал так, чёткий шлем у них. Также здесь есть псина. Которая тоже, как вы видите, не повезло. Так, чувак. Ну вот, меня немножко удивляет тот факт, что вот эти полые пехотинцы, которые на нас нападают, они не выносятся с одного удара. Как-то это странно. О, кстати, здесь мы находим Лукотиэль. Да, это и правда ты. Совсем не меняешься, да? Да, совсем не меняюсь. Как ты видишь, всё тоже шматьё и тоже копьё. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше безумия вижу. А, так не находись. Воистину скверное место, но без следов былого величия. Что же могло привести к такому упадку? Понятия не имею, честно. Давайте пообщаемся ещё. Ах да, мне ведь до сих пор нужно поблагодарить тебя за твой юмор в тот день. Это тебе. За какой юмор? Какой день? Мы получили человеческую фигурку. Конечно же, я и понятия не имею, что это. Моя страна мира окружена врагами и постоянно находится в состоянии войны. Ну, короче, понятно, опять очередное мытье. А, моя страна захвачена, куча врагов и так далее. Сходи разберись и всё в этом роде. Так. Чувак, ты не успел конкретно. Мы к нему прям подкрались, он прям стоял и тупил. То есть он видел, что мы к нему подруливаем. И всё-таки он настойчиво продолжал смело стоять. Но стоило мне отвлечься, как на нас тут же напала куча противников. Куча каких-то собак. Давайте залечимся. Опля, промахнулась. Так, у нас здесь двумя какими-то кинжалами чувак столь смелый. Ну, давай, подходи ближе. Ну, всё, ты какой-то вообще чувак ни о чём. И мы собрали у него, короче, саблю. Куча оружия, по сути, мне оно не нужно. Потому что я всеми этими саблями и прочим мусором не пользуюсь. Но я бы не сказал, что это мусор. На самом деле есть и крутые такие оружия, которые, допустим, используют много игроков. Мечи всякие, зачарованные там дубины, палки и прочие вот это волшебные там принадлежности для волшебства. И оружие, которое наносит урон магии, кстати, тоже оно не чешное на самом деле. Кстати, надо как-нибудь наше копьё тоже сделать магическим. И, наверное, мы его сделаем магическим для электричества. Или для магии, или для огня, я не знаю, или для порчи. Посмотрим, как карта ляжет, так мы и будем распоряжаться нашими ресурсами. Мы с вами продолжаем изучать эту дичайшую локацию. Как я говорил в прошлом, в нашем с вами прохождении, для меня вызвала эта локация довольно много проблем, когда я первый раз, естественно, её проходил. Довольно сложная локация для меня показалась лишь из-за вот этих ловушек, где мы, допустим, просто идём вперёд, и со всех сторон на нас спрыгивает множество противников. Также у нас здесь ещё один есть ход. Он здесь завален тележками. Но должен заметить, что здесь идти опасно. Как вы видите, здесь есть бочки. И также наверху находится чувак, который кидается специальной смолой, или бензином, я не знаю, или вином каким-то. И ещё чуть-чуть подальше находится лучник, который стреляет, естественно, стрелами огненными. Ну, это делается специально для того, чтобы нас поджечь. Но этот лучник, походу, спрыгнул, и вот он идёт. Он у нас защищён щитом. Так, у нас тоже есть щит. Так, у нас попали. Главное самое, чтобы в нас не выстрелили из чего-либо. Надо как-то... Вот там ещё, кстати, находится ещё один лучник. Я надеюсь, он у нас не попадёт. Нет, он всё-таки спрятал лук и решил с нами разобраться физической силой. Так. Ну, патруль его сюда, что ты там ныкаешь-то? Всё. Мы забрали по ножню вангарианца. Вот он, этот... Не секретный, как бы так сказать, а выключатель большой. И этот выключатель, если бы у нас с вами был ключ камень фарерса, то мы бы с вами обязательно активировали, и вся вот эта тёмная локация бы подсветилась. Так, здесь у нас пьяные вангарианцы отдыхают после тяжёлого трудового дня. Давайте же им поможем отправиться на тот свет. Так. Также мы находим три железных стрелы у одного из них. Нормально. Так. Здесь, я надеюсь, нет никакого арбалета или химической какой-нибудь приколюхи. На всякий случай я уже отпрыгиваю более-менее. И мы здесь находим целый сет разбойника. Отлично. Продолжаем с вами продвигаться дальше. Здесь есть ещё один вангарианец. Давайте его разбудим. Так. Ну и всё, больше здесь ничего нету. Видите, здесь такие локации. Мне вот нравится, что у одной локации, да, вроде она, как сказать, не такая уж и большая, но есть куча маленьких таких комнаток, куча тёмных вот этих вот опасных углов, в принципе, с которых, знаете, спрыгивают вследу противники, что-то они пытаются доказать, что-то, я не знаю. Но мне это вообще нравится, по сути. И мы здесь находим парашют для подчинки и осколок титанита. Правда, у нас нет костра, чтобы подсветить путь, чтобы было более-менее ярко. Но это ничего, это не страшно. Главное, что мы с вами продолжаем продвигаться дальше, продолжаем с вами изучать эту сложную локацию и биться с монстрами. Здесь, кстати, есть ещё торговец, с которым мы обязательно с вами должны законтачиться, продать ему некоторые вещи, я бы так сказал, которые ненужные. Этот торговец, кстати, находится как раз вот здесь, за этой решёткой. Чтобы до него добраться, нужно подняться наверх, там спуститься, пару раз спрыгнуть, разобраться с местными монстрами и всё в этом духе. И только тогда мы спустимся к этому торговцу, чтобы с ним нормально поторговать. Он будет покупать у нас всякий хлам, который мы с вами пособирали. Имеется в виду ненужные мечи, шлемы, поножны и прочий мусор. Всё это он будет покупать. И, естественно, такой возможностью грех не воспользоваться. Но для того, чтобы до него дойти, нам нужно будет разобраться ещё с вот этими непонятными сущностями. Что это такое, вообще непонятно. Но урон вот эта непонятная хрень наносит довольно значительный. Как известно, они наносят урон кровопотерю. Если пару ударов он нанесёт, вот пару ударов, и кровопотеря заполнит полностью шкалу кровопотерей, у нас с вами закончится здоровье просто. Но у нас с вами есть лечилка небольшая. Мы с вами, в принципе, можем начать продвигаться дальше, или же остаться здесь. То есть вернуться к костру, вернуться в Маджулу, получить некоторый уровень, либо мы с вами можем продвигаться дальше. То есть попробовать продвинуться дальше и разобраться с местными монстрами. Но вот этих вот чёрных уродцев я должен заметить, что их впереди будет очень много. Ну, я не знаю, может 15 или 20 единиц наберётся на этой локации. Они довольно опасные, к ним лучше близко вообще не подходить. Благо у нас есть копьё, с помощью которого мы с вами можем разобраться. Также мы нашли с вами наклинание «Силовую волну» и «Большую душу мертвеца». Так, у нас здесь, видите, опять местами так видеокарта прыгает. То есть где-то засвечивает персонажа, где-то нет. Но это не такая уж проблема, я думаю, так как это явление практически временное. Так, и здесь у нас показываются сразу два противника. С двумя с ними будет совладать довольно сложно. Поэтому нам приходится с вами выманивать их по одному, для того, чтобы разобраться как-то более-менее. Так. Копьё у нас, конечно, не такое длинное, как хотелось бы, к сожалению. Но всё же, вот видите, у нас пошла кровопотеря. Куча здоровья у нас забрали. Так. И всё-таки нас с вами просто добили. Я здесь обрезал специальное видео, чтобы не тратить ваше драгоценное время. И здесь мы немножко забыли спрыгнуть. Вот здесь внизу находилась наверху вот эта вот большая душа гордого рыцаря. Совсем незаметное такое, я бы сказал, место, которое мы с вами посетили только что. И мы с вами продолжаем также от того места, где мы с вами сражались, где мы с вами погибли, вернее, мы с вами продолжаем продвигаться дальше. Так. Также мы подняли у этого непонятного существа длинный меч. Восстановим сейчас наши души и продвинемся дальше. Но дальше двигаться опасно. Тем более, пока я до сюда шёл, у меня значительно противники отобрали эстус. И я хотел как можно быстрее до сюда добраться. Так, у нас опять кровопотеря. Да что ты будешь с ними делать с этими длиннорукими непонятными монстрами? Ну, мы определённо, видите, этот монстр ещё слиться и за нами бегает. Но мы определённо должны разбираться с противниками, которые мешают нам пройти дальше. Потому что, если их собирать, как вы знаете, в толпу, то за нами будет, естественно, бежать толпа, с которой мы, естественно, собладать не сможем в дальнейшем. Поэтому нужно более-менее с ними разбираться. Так. И здесь, как вы видите, тоже находится много комнат. Здесь наверху ещё находится колокол, в который мы с вами должны позвонить, для того, чтобы сюда подъехал корабль, на котором мы с вами сразимся с главарём этой локации. И на корабле переглубём в забытую крепость, в другую её часть, в которой мы уже с вами, конечно, были. Но всё же так чисто здесь я немножко затупил и прыгнул как раз мимо этого колокольчика, в который нужно было мне позвонить. Жалко, конечно, но что поделать. Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу наша, 18-я часть нашего с вами прохождения Dark Souls 2. С вами был Макс Нам. Увидимся с вами в 19-й части нашего с вами прохождения. И что тут можно под конец сказать? Всего вам доброго, друзья. Увидимся в следующей части нашего с вами прохождения Dark Souls 2. Субтитры сделал DimaTorzok